Симон любит петь, Симон любит танцевать, Симон любит петь, Симон любит танцевать Все, я депутат, всем быть культурными Сейчас я вам задам очень серьезный и тяжелый вопрос Нет В этот момент все режиссеры упали у телевизора Как нет? Когда вы поняли, что наверное юмор для вас первостепенен КВНовской этики нет Главное в КВНе, чтобы было смешно У вас настолько сформировалось, брат, что вы одну сосисочку на 16 человек делили В обществе потребления любой продукт находит своего потребителя Я в другом обществе живу Вот, вы другой продукт потребляете А какой вопрос был? Смыть! Куда идем мы с пятачком, большой-большой привет А мы идем сейчас туда, где нам дадут ответ Откройте, пожалуйста Здравствуйте Это Давид не дали мне Вот всегда хотелось узнать, как живут просветленные интеллигентные люди Это мы Всем привет Меня зовут Михаил Башкат Все, латоры идут? Давно уже Михаил, какое счастье видеть вас У вас же дома И какое счастье видеть, что вы поклонник Рахманинова Добро пожаловать, Давид, ко мне домой Да, это подарок от моего друга, музыканта Он вот, если вы знаете английский Тут написано Рахманинов Such much feeling So deep The atmospheric music I have Вы готовите к 150-летию великого русского композитора? Я всегда готов Я не умею играть, сразу говорю Я самоучка Вот Но я сыграю вам Такой Джазец, который я сам сочинил Прекрасно, замечательно В эфире передачи Откройте, Давид Михаил Башкатов Играет собственный джаз Ну еще и композитор Давайте послушаем Ну что Этот джаз я посвятил нашей кошке Она уже, правда Ее нет Ее звали Симона Там был такой текст Симона Симон 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 любит петь Симон любит танцевать Симон любит петь Симон любит танцевать Незатейливый Квадрат Все Вот тот момент Когда вы поняли Что, наверное, юмор Для вас первостепенен Когда вы все-таки Пошли в КВН Ну, everybody Hello My name is Майк Майерс Кто? Кто? Присажите Я понимаю Вы меня не знаете И это нормально Поверьте Потому что во всем мире В отличие от России Все знают звезд Они их продюсеров У вас же была фундаментальная профессия Фундаментальная жизнь И раз И пошли В этот шоу-бизнес А там Москва И это все затягивает А это начало двухтысячных И там чего только не было Понимали ли вы тогда Через что вам придется пройти В моральном плане В первую очередь И второе Насколько вы были к этому готовы? Для меня Честно скажу Для меня тогда В Томске В молодости Для меня не было вообще Вариантов Чем заниматься Кроме КВН Ну во-первых Это был 98-й год Когда я закончил школу И поступил в университет Это был год Когда Томская команда КВН Дети Лейтенанта Шмидта Стала чемпионом Всего чего можно Выступают Таланты села Как? Ливерпуль Старичок Времени нет Потом вместе посмеемся Серьезно как Антоновка, Малиновка Ну? Нет, правда Ливерпуль Если не секрет Почему? Не секрет Мы Ливер делаем А, и пули И пули И пули И они в Томске были Ну, просто небожители Они были Не знаю, как Битлз В прямом смысле слова Их после концертов Выводили Через черный ход Служебный Потому что Их буквально разрывали Вот так вот Пытались оторвать от них кусочки Мы гордились ими Я один эпизод вспоминаю Из жизни Когда Мы выбирали мне С мамой Костюм на выпускной Во дворце спорта В 98 году В Томске Это большой рынок Спорта не было Но был То рынок был И периодически Там по этой громкой связи Объявили Там Водили шубы и меха Скидки Там новые поступления Что-то там Она говорит Постоянно вещает Это значит Трансляция И вдруг Обрывается Эта рекламная трансляция И Кто там в этой рубке Сидел Говорит Сегодня Команда КВН Дель Лената Шмидта В городе Москва Четвертьфиналь Выиграла команду КВН По-моему Уральские перемени И прошла в полуфинал И весь дворец спорта Вот все там Торговцы Покупатели Все Вау Вот так просто Начинают радоваться Аплодировать КВН Это было Во-первых Это было очень смешно Это была единственная Действительно смешная Юмористическая программа Во-вторых Это вот эта битва Городов Университетов В-третьих Этим же летом Я смотрел Эфир Юрмалы Где в конце Все команды Поют Сотни лет И день и ночь Вращается КВН Я смотрел на них И думаю Боже Какие они Счастливые Через экран телевизора Передавалось Вот это ощущение Какого-то Такого мощного Братства Какого-то Вот этого Единства Этих людей Которые вот в КВН И я подумал Ты его чувствуешь Ты его чувствуешь Рядом И тебе не страшно Конечно Ну и в общем Спустя Там Десять лет Я тоже пел эту песню Не уже не первый раз Но пел ее как чемпион Как победитель Юрмальского фестиваля Наверное так и должно было быть Это была лучшая Игра Команда КВН Максимум Город Томск Чемпионы нашего клуба Я всегда живу прагматизмом И всегда мне было жалко Всех КВНщиков С детства Потому что Мне кажется Ну беднее Как поэта В 20-х годах Быть людей не может Ну потому что Вы за еду работали Как мне казалось Так и есть Откуда брались силы Оставаться Или может быть У вас настолько Сформировалось братство Что вы одну сосисочку На 16 человек делили Бывало и такое Бывало да Там не знаю Сережа Гореликов Не очень любит Об этом вспоминать У него была машина Праворукая такая Подержанная Он ее Заложил Чтобы мы поехали На сочинский фестиваль Андрея Бурковского Там родители Одалживали денег Ну в общем Были разные Периоды Ну в общем что Это идея Причем идея Абсолютно какая-то Ну что такое Что тебе дает Чемпионство в клубе Ничего По большому счету Это же не Денежный приз Это не Всемирная слава Как там На олимпийских играх Время потраченное На На путь К этой мечте Оно бесценно И конечно Ну вот это братство Командное По одному Мы бы наверное Давно сдались Но то что мы вместе К этому шли Десять человек Пацанов Которые Собрались ради Вот этой мечты И То есть надо Во что бы то ни стало Ее воплотить Иначе Ну будешь жалеть Об этом потом Всю жизнь Да наверное так Был период В 2007 году Перед чемпионским Нашим сезоном Когда мы уже готовы были Все бросить Чертям собачьим Мы все-таки собрались И сказали друг другу Давайте Вот еще один годик Надо дожать эту историю Надо выиграть Все Ну и мы все выиграли Нам помогали Безусловно Помогал университет Томский государственный Но тоже Это не Нефтяная компания Это университет У них там Ну то есть У них было денег Ровно там На проезд И проживание Для нас Ну суточные Да наверное Были Но там Какие-то гонорары Какая-то зарплата Об этом речи не шло А так Ну да То есть Какие-то Выступления в клубах Корпоративы Я там вел В Томске передачу Уже Будучи локальной Какой-то там Знаменитостью Ну вот как-то так Мы как бы выживали Но главное Конечно Это Ну вот жена Меня 4 года ждала Из КВН Великая женщина Я всегда так говорю Да Кого-то там Из армии ждут Она меня из КВН Ждала Да Потому что Ну она понимала Что пока это не закончится Никакую семью создавать Она со мной не будет И это невозможно Ты вот Месяц Ты готовишься К игре Потом Едешь в Москву Там Две недели Там в Москве торчишь Готовишься к игре Потом ты возвращаешься Неделю Ты выдыхаешь И начинаешь снова готовиться К следующей игре То есть это такой режим Ну а потом уже Как бы да Потом уже Когда у тебя там появляется семья Да Ты уже начинаешь Чуть более рационально мыслить Более как-то Осторожнее быть А тогда Нам было вообще Все пофигу Мы просто Жили чего-то там Пытались Добиться Там Сям Кто-то вот В камеди пошел Ребята Там часть нашей команды Мы с Андреем Пошли В Дэш молодежь сниматься Потом уже и театр появился Это такой путь По которому ты идешь И вот что-то появляется В твоей жизни Либо ты Берешь это с собой Либо оставляешь Либо Меняешь Как-то там Своё направление Расширяешь Либо Остаешься В том направлении По которому шел Я с огромной благодарностью Вспоминаю Квен Всегда И Не отрекаюсь от этого Я знаю Артистов Которые Стараются об этом не вспоминать Как Как раскаившиеся Проститутки Да Но Квен По меткому выражению Гаррика Юрьевича Мартиросяна Это такой Университет телевидения Ну и в общем Я с ним согласен То есть Ну недаром Из Квена В общем Вышло достаточно много И талантливых сценаристов И продюсеров Актеров Чему я там научился Я всему научился Там У собранности Готовности Вообще в любой момент Решать любые задачи Там Творчески В Квене Ты не знаешь Тебе берут Вырезают номер На завтра Тебе надо Написать этот номер Выучить Отрепетировать его И показать Александру Васильевичу Допустим И У тебя нет вариантов Других У тебя игра Там уже через два дня И значит Надо завтра Это сделать Значит Надо там Не спать Работать Придумывать Шутки Придумывать Это же Не просто Как бы Что-то придумать А шутку Чтобы она была смешная Чтобы победить Это конечно Такой Навык Который На всю жизнь С тобой остается Откуда брались силы Чтобы помимо того Что любить Еще и верить До последнего Сегодня не каждая Вон Девица Какая-то Скажет Мне нужно Мне нужно Чтоб он меня Обеспечивал Он меня Не потянет Или вот Мне нужно Чтоб он был Такой А какая у тебя Тачка И там еще И тут Екатерина Сидит Ждет Когда Михаил Доест сосисочку Ну слушайте Было не так На самом деле Я не сидела И не ждала Когда он Доест сосисочку Ну если мы говорим О времени Там до свадьбы То К вопросу О тачке Когда мы познакомились Катя ездила На джипе На велосипеде А я за ней ездил На велосипеде По Томску Да Ну и на свадьбе За рулем кабриолета Была я Поэтому Ну у меня была Какая-то своя Самодостаточная жизнь И она мне нравилась И меня обеспечивал папа У меня все было Все было хорошо Поэтому Я просто смотрела Как Миша Проявляется Мне нравился Он Как человек А не как КВНчик Да И артист И в общем-то За такого Миша Я и выходила замуж Я видела в нем потенциал Я понимала Что из него Да даже может быть И не понимала Я просто полюбила его И поэтому Вопросов остальных не было Какая у него тачка Будет она у него Не будет Я доверилась ему Мне совершенно отчетливо Было ясно Что он держит свое слово И когда он понял Что он готов Снять меня С папиных плеч И взять на свои Я Я сказала Хорошо Давай У меня складывалось впечатление Всегда Что вы как-то избегаете Проекта Даешь молодежь Незабываемой экскурсии По Москве Ваганьковское кладбище Новодевичье кладбище Второй московский крематорий Подходите Будет ужасно интересно Избегаем Да Разговоров об этом Хотя по сути Это мне кажется Это был один из самых Невиннейших проектов Ну По сравнению с тем Что у нас есть сегодня Почему после проекта Даешь молодежь Не родилось Новых Михаилов Башкатовов Бурковских Которые совершенно спокойно Могли бы это продолжить Почему сейчас Этого юмора нет Он есть в интернете Вайны так называемые То есть в принципе Этот жанр Коротких историй В такой именно Да Вот этой Гротесковой манере Он есть на самом деле Есть даже там герои свои Мне кажется Какие-то вот Ну там как правило Они один образ там Эксплуатируют Один-два образа Как-то так Ну то что мне попадалось Я смотрел Было много попыток На телевидении Создать И в том числе Даже и нас привлекали Чтобы мы там Продюсировали Вот Но что-то Я не помню Я по-моему только пилот На стадии пилота Я поучаствовал В одном проекте И потом Дальше не пошел Я не знаю Это была химия какая-то Было волшебство В этом определенное Тогда Да То что мы с Андрюхой Как бы То есть Ну наше Как бы с ним Вот это Взаимопонимание То есть мы прошли Достаточно долгий путь В КВНе До того Как попасть Дальше молодежи И мы То есть для нас Это было там Что-то новое Мы за этим горели И мы как бы Мы достаточно Ну на самом деле Много вложили Очень в эту программу И мы тогда были На пике формы Можно так сказать Там была уникальная Достаточно команда авторов На тот момент Почему вот закончился Собственно проект Он закончился неожиданно Там в 2014 году Потому что Вся практически Креативная группа Все кто писал Авторская группа Ушли писать сериал Кухня Крутые ребята В общем Крутые Продюсерская там команда Крутые Авторы И на смену пришли Молодые авторы Мы сняли с ними Один сезон Все понимали Что это уже Чуть-чуть не то Плюс мы тоже Немножечко уже От него подустали Ну нам уже было Тогда мне было Двадцать Девять наверное Да лет Тридцать Уже изображать студента Который там Проникает в общагу Через вахтершу Уже как бы Это странно Выглядело уже Все равно Вот мы отсняли сезон И все поняли Что это был последний сезон Я на самом деле Благодарен И продюсерам Что они приняли Это решение И вообще Судьбе Что-то так получилось Эту корову Можно было еще Доить на самом деле Наверное долго Но Классно Что это все Закончилось Вот В нужный момент Мы на самом деле Наснимали дофига Да На хлопушке Отмечался всегда Номер скетча И мы закончили Это был Две тысячи Сто какой-то То есть Ну и в половине Из них я точно Снялся Как минимум То есть Тысяча там С лишним скетчей Я вот Отыграл в этом проекте Когда мне говорят А помните Вот у вас там была История Я Понимаешь Я ни черта не помню Потому что их просто Было действительно Ну тысяча С лишним И я не помню Какие там Что мы играли Потому что Мы прибегали на площадку Мы снимали там Нон-стопом Несколько лет В день снимали По 10 По 15 Этих скетчей И конечно Ну то есть У меня все это Просто уже перемешалось Какое-то Вот Но многие сейчас подходят Говорят Да Спасибо вам За наше детство Так это же замечательно Замечательно Да Я просто Я сразу Ну сразу Ты чувствуешь себя Так Ничего себе Подходит взрослый мужик И говорит Тебе спасибо За наше детство Бородатый Какой-нибудь Семьей И ты думаешь Ага Понятно Ну вы заставили Очень многих людей Купить Новую шубу У Вячеслава Зайцева С очередного показа Я был одним из первых Кто купил Вот такую шубу Которая у вас была В нескольких скейтах Это просто было Потому что Когда я приехал С этой шубой За город И показал своим братьям Они плюнули мне в лесо Куда ты в этом пойдешь Я ее надел Ровно один раз На какой-то корпоратив На канале Больше я ее никогда не наделал Но она была такая Красивая Она была такая популярная Что я не мог ее не взять Делал ее Вячеслав Зайцев Тогда Я предположу Что в Камеди Вас тоже звали Да После того Как Дэш Молодежь Закончился Я пошел в Камеди Ну а куда еще Мне было идти Тоже на самом деле Урок был для меня Не стоит рассчитывать Что хорошие времена Будут длиться вечно Я даже не ходил на пропы По-моему Я просто снимался В Дэш Молодежь Потом это закончилось Я такой присел Опа А что делать Семью же надо кормить И так далее Ну пошел в Камеди Значит Тем более там пацаны Уже как бы Они уже там давно Достаточно все мои Я там что-то отсидел Несколько месяцев Полгода мне кажется Практически Я отсидел в Камеди Я снялся в одной программе Ровно У нас был дуэт с Батрухой Хорошо Вам что? Мне ничего не надо Ничего Принесите вот этот Ну вот обычный стейк Ага Какой прожарки? Максимальный Максимальный прожарки? Да Это как? Суперфул Пепел Пепел Он же не калорийный Не калорийный Пепел принесите мне Говяжий пепел Говяжий пепел Говяжий пепел Говяжий пепел Говяжий пепел Ага Почему дальше Не пошли в Камеди? Нет Там классная атмосфера Там классные Как бы Ребята Но я тебя там Своим В общем Так и не почувствовал Может быть Надо было еще годик посидеть Может быть Надо высидеть Было себе Там действительно Какой-то Образ Какой-то Да Какой-то Вот найти себя Просто в этом Организме Камеди Но я просто Еще в какой-то момент Понял Что Я делал Я делал это в КВН Я что-то подобное Делал В «Дэшмолодежь» А я в тот момент Уже отучился В школе драмы Германа Седакова В выпускной травы У меня был «Преступление и наказание» Раскольникова я играл И в этот момент Мы ставили спектакль Марию Стюарт Шиллера Мне стало настолько Интересно Эта вся глубина Меня затягивала Как бы Драматического искусства В целом В кино В театре Я понимал, что я вот В комедии Не то, что теряю время Но Наверное, может быть И в итоге не добился Как бы Потому что Я просто потерял Интерес определенный К вот к этому именно Формату К этому жанру И тут мне предложили роль В сериале «Кухня» И я поушел В «Кухню» На три сезона Ну и потом уже Там уже какие-то появились Другие фильмы И так далее Начали предлагать роли И театр появился В большей мере А, это Валерка Мой сын Покиньте Реанимобиль Быстро Деньги где? Да какие деньги? Я давно не при делах История с Камеди Так закончилась То есть у меня там Как бы Много Друзей Я туда всегда С удовольствием Прихожу Смотрю с удовольствием Но вот Себя я не нашел Я как раз считаю Что я не очень силен На таком Что называется Продаже личного бренда Да Как это сейчас Модно говорить Создание этого бренда То есть я никогда Умышленно этим не занимался Никогда не Конструировал Свой образ Да Возможно Если бы я этим занимался Если бы я что-то там Поменял В этом Своем личном образе Может быть Это бы принесло Какие-то плоды Но и мне честно Лень этим заниматься Это раз А два Мне не очень интересно Заниматься Собой Как проектом Мне интереснее Заниматься Какими-то проектами Нежели Проектом Под названием Михаил Башкатов То есть Я Умышленно Никогда Ничего Как бы Не придумывал Так А вот сейчас А если я Возьму И Что-то вот Изменю Да И возьму Или там Пойду вот сюда В этот проект И тогда Или я вот там Начну вести Вдруг какую-нибудь Там соцсеть И там я буду Вот То-то-то делать И тогда Что-то там То есть Вот таких мыслей У меня никогда не было Просто их не было Потому что Мне это не интересно Михаил Вот как не посмотришь У вас такая большая занятость Мероприятие Мероприятие Тенденция последних лет Или вся ваша жизнь Помимо актерского мастерства Это еще всегда и конферанс У меня вообще много интересов Я такой человек Увлекающийся Мне нравится быть телеведущим Как вы Это тоже одна из моих Ипостасей Сцены А я обожаю Сцены Конечно Кино Съемки Я В общем-то Достаточно С юных лет Вел разные какие-то Мероприятия И Снимаюсь этим С удовольствием В том числе корпоративы И свадьбы Что называется И Ну в общем Я Много за что берусь Много чего Стараюсь успеть У вас бывают Такие моменты Когда Много коллективов Танцевальных Конкурсы талантов Например Вычленить кого-то Интересного А потом Продюсировать О нет У меня Таких У меня Амбиций Нет Знаете Как Что называется Продюсер То есть Брать кого-то Выращивать Кого-то Нести за него Ответственность Нет Однако же Придет время Когда вы Наберете Свой курс Например Возможно Да У меня Я вел Курс Шоумена В школе На Шаболовке В прошлом В общем Сейчас тоже Я веду Переговоры С одной школой Возможно Буду Да Я пытаюсь Как бы потихоньку Я пришел к мысли Что нужно Не только Как бы Брать Но и отдавать Что-то Делиться своими Знаниями Энергией Вот Людьми Ну пока еще Наверное Этот Как бы Синдром новичка Да Самозванца То есть я пока еще Мне кажется Что еще Я еще не дозрел От того момента Когда вот Я могу Набрать курс И чему-то Учить Наверное Это в голове Скорее Я сейчас Сбегаю И вернусь Возвращайтесь Дело в том, что Сегодня многие режиссеры Особенно молодые Называют Время Временем Аннексии КВНщиков Их мнение Зиждется на том Что Актер КВН Это не актер Драматического театра И Эмоции И эмоциональной Интеллектуальной Нагрузки У работников КВН Хватает только На один дубль Пришлось ли вам Столкнуться с проблемами Выбора Режиссера С проблемой Понравиться Режиссеру На уровне Знакомства Видеовизитки Вашего резюме Были ли Какие-то Может быть Подводные камни Когда вы понимаете Что совершенно спокойно Вы можете сыграть Раскольникова И в кино У вас же типаж Совершеннейший Раскольников Но к сожалению Вот такой шлейф Он как бы Да Тянется Меня На самом деле Берут и утверждают На какие-то такие роли Люди Которые Не знают ничего В моем прошлом В один пилот Допустим Меня утвердили Обалденная история И там девушка Режиссер Она такая Меня пробует Пробует Говорит Ну ты такой классный Классный Такие глаза И вообще Так все классно делаешь А что А ты где снимался Где-то снимался Она говорит Я просто ничего не смотрю Ни телевизор Ничего не знаю Я думаю Ну и слава богу То есть К сожалению Этот шлейф От него трудно Избавиться Единственный человек К которому Это удалось Это Андрей Бурковский Мне кажется Будучи Квинчиком А потом еще Даешь молодежь Там достаточно ярко Ему это На самом деле Стоило достаточно Долгого времени И как бы Я знаю Через что ему пришлось пройти Отказываться Целенаправленно От определенных ролей И так далее Все забыли Его прошлое И Вот он как бы Заново появился Как такой Драматический артист Я вот не знаю Я ждут свои роли Видимо То есть Ну я не знаю Как еще Как доказать Что я могу И так И так могу Я не то чтобы Сильно переживаю На этот счет Не то чтобы Мне там хватает Конечно Спасибо театру Что и там Достаточно много Я в общем Играю И реализуюсь В таких серьезных ролях Но про кино Да Пока так Но я думаю Что со временем И разглядят Вот у вас Вот у вас Две премьеры Одна Амар В большом кино Как бы делать В первой части Должны быть другие Злать Заткнись уже Во-первых Это добрый фильм Как ни парадоксально При всех убийствах Которые там происходят Но они все Там нет убийств Нет Только это был Выкинули человека Из окна в мешке Не я Там все живы в итоге Там никто не умер Не спойлер Там как бы Да, хорошо Без спойлеров Там просто Это очень Веселые увечья Так назовем Вы понимаете Что это комедия Детская И там Объявленная форма Гротеска Тоже присутствует Но при этом Мы там создали Мне кажется Классного Абсолютного персонажа У него С историей С какими-то С его там Этими траканами И какой-то То есть он Он не плоский получился Он получился Достаточно такой Объемный какой-то Ну смотрите Вот говоря про режиссер Дмитрий Евгеньевич Он был Со-режиссером Сталинграда Режиссером Вычислителя Работал с голливудскими Артистами И так далее Мне кажется Может быть Вот он Ваш режиссер И вы дальше Пойдете вместе Почему нет? Да Я насколько знаю У него есть еще Планы что-то снять И я ему Я на это давно И я ему Закинул удочку И говорю Имейте в виду Я всегда Вот мы актеры Такие Да Ну а как иначе В этой профессии Да Ходишь и такой Я готов На все Мне кажется Это Всегда Было Есть и будет И главные Актерские качества Это Внимание Внимание К мелочам К деталям Где твое внимание Там твоя энергия И Любознательность И неуемность А часто Михаил с вами советуется Когда его зовут Куда-то на съемке У вас есть Любимые его работы Или нелюбимые Он советуется Не могу сказать Что По каждому Принятию решения Он советуется Со мной Но Если у него Есть сомнения То да Он советуется Со мной Если сомнений нет Он принимает Самостоятельное решение И я всегда Его поддержу Любимых Нелюбимых Работ нет В каждой работе Он Прекрасен Но Когда Все только начиналось Я Грешила тем Что критиковала Ну я в принципе Такая натура Ты мой главный критик Да Я самокритична И я критично Отношусь к людям И к нему Естественно Тоже А что Козирог? Нет Я дева Я знаю Как нужно Здравствуйте Козирог Земля Земля Да Вот Поэтому конечно Там Первые проекты Типа Даешь молодежь Я Воротила нос И говорила Что это вообще такое Был делом Да Говоря о фильмографии А есть ли сегодня Фильм из вашей же Фильмографии Который вам близок Больше всего Который больше всего Отражает ваше естество Актерское Нет Нет В этот момент Все режиссеры Упали у телевизора Как нет Ну то есть у меня небольшая На самом деле Фильмография Именно полных метров И такой прямо Роли Которую бы Вот я сказал Вот Да Вот смотрите Это Ну я честно говорю Мне кажется Пока нет Такой какой-то Интересной Большой Глубокой Работы в кино В общем нету У меня До сих пор Есть какие-то Эпизоды яркие Есть роли Второго плана Какие-то Интересные Но Чтобы я там Действительно Что бы Какой-то герой Который меняется Который С которым Что-то происходит По ходу фильма Нет Это так достаточно Чистолюбиво Но я действительно В общем актеры Люди чистолюбивы Я желаю себе Да Чтобы Чтобы много людей Как можно больше людей Увидели И разглядели Михаил Башкатого Артиста Не комика Не юмориста Не говорящика А все-таки А все-таки Да Глубокого Артиста А в театре В театре Да В театре много Хороших у меня Есть работ Ну как мне кажется Хороших Есть Прекрасный спектакль В составе Дима Жойдик Мы постоянно Перевоплощаемся Из одной новеллы Плавно в другую Обратно Ныряем Как бы Есть Ну вот Мой любимый режиссер Игорь Неведров У нас есть с ним спектакль Любовь в стакане воды Вот там Исключительно Я ради удовольствия Ради искусства То есть там Действительно Мы делаем Какие-то классные вещи Сейчас мы ставим С Игорем Маленькие трагедии Каменные гости Первое время чумы Вот буквально Вчера мы репетировали И есть еще спектакль Где мы вместе с Игорем Играем Преступление и наказание Где Игорь играет Раскольникова А я Достоевского Классный спектакль Удовольствие То есть есть спектакли Которые Ну ты прям вот ждешь Скорей бы сыграть Потому что ты Прям чувствуешь Вот как зрители приходят Какими они приходят И видишь Какими они уходят Абсолютно другими Ты понимаешь Что это ты сейчас вот Их изменил как-то Воздействовал на них Мне кажется Что это главная Вообще задача театра Поменять человека Вот за эти Два часа Не просто рассказать историю А воздействовать на Звителю так Что в нем что-то изменилось Бывают такие спектакли у меня Когда зрители просто выходят И говорят спасибо Ой вот такое длинное настроение Это тоже неплохо Но бывает такое Что знакомые особенно После говорят Ты знаешь мы вышли после спектакля И просто Решили не ехать домой А молча Пройтись по Москве Мы шли и там Час Молчали Это значит Удалось Что-то удалось То есть когда человек Испытал какое-то такое переживание Мощное Что он идет И у него нет слов Мне не хочется Ни о чем говорить А просто хочется Побыть Наедине с собой С своими мыслями Помолчать И послушать Окружающий мир Себя Вот это Такое часто происходит И это лучшая похвала Почему до сих пор Михаил Башкатов Не играет В спектаклях В театре романа Виктюка Игорь Несколько раз Предлагал мне Играть В спектаклях Театра романа Виктюка Я не знаю Я то ли боюсь То ли Ну я понимаю что это Это не мой театр Это театр Игоря Мне как-то Немножечко страшно Неловко У меня есть Этот синдром Самозванца Потому что я наберусь Смелости И скажу Игорь Давай я вот Но мне кажется Он уже отчаялся Меня звать И я Нет ответа На этот вопрос То есть Ну согласитесь И зрителю Было бы проще Интереснее И вам было бы Проще Интереснее Может быть Таким образом Вы бы И нашли бы Своего Ихинорежиссера Который регулярно Ходит в театр И смотрит На артистов Как они играют Репертуар Я считаю Да ведь может быть Я считаю Что в эфире Нашей передачи Которые будут смотреть Не только в нашей стране Но и за рубежом Вы должны дать Клятвенное обещание Что вы примете Предложение Господина И Неведрова Господина Бозина И господина Жойдика И придете В театр Настромынке Я должен дать Сейчас обещание Ну конечно Вот где ваша камера Вот она Крупный план Вот и говорите Обещайте Ну вот такая передача Мы исполняем желание Мне не сложно Я тем более Что я знал Что я рано или поздно Что-нибудь сыграю Я обещаю Что я Михаил Баскатов Обязательно Приму Предложение Игоря Неведрова И А там посмотрим Что из этого выйдет Я считаю Это лучшее Лучшее решение Лучшее решение Ох Ну вы конечно Да Отстава У нас опять будет С вами минутки Три-четыре Это было гениально Что именно Как же выход Конференции Здравствуйте Здравствуйте Отсюда туда Однако Я не могу не спросить Вот Насколько Уживается В одном человеке Шоумен Актер Человек который Пропагандирует Высоконравственный Образ жизни Значит Ну вот Даже вот эти Три вещи Это оксюмарон Для любого человека Скажут Как так может быть Не знаю Ну вот вам не уживаются Мне кажется Что первые два Актера шоумена Это в общем-то Схожая Как бы Ипостаси Ипостаси Для человека Лицедействующего Да Поэтому Мне Просто Разная Чуть-чуть Настройка Внутри Как бы Работает А так Ты по сути Выходишь И своим Организмом Своим аппаратом Взаимодействуешь На людей Вот и все А по поводу Потому что я пропагандирую Что я там Высоконравственный образ жизни Ну а каким образом Я пропагандирую Своим примером Святыни России А Святыни России Ну Я бы не сказал Что мы там занимаемся Пропагандой Мы рассказываем О святых местах России С моей супругой И это просто Это на самом деле Удивительный Как бы Проект Потому что Моя жена Вообще Совсем из другой Как бы Оперы Что называется Она никогда Не стремилась В телевизор Никогда Не стремилась В публичности И Она согласилась На этот проект Я предложил ей так Думал Она откажется Говорит Хочешь Вот есть такое Предложение Вести Проект На канале Спас Она говорит А чё Я говорю Ну давай Поехали И это просто Интересный опыт Наш Такой Семейный Еще Потому что Я никогда не работал С женой А тут Спустя 15 лет Практически Брака Вот мы Решили поработать Еще вместе Не только Пожить И детей Повоспитывать Вот На мой взгляд И на взгляд Многих зрителей Один из лучших Проектов Который у вас Сейчас был Телевизион Это Святыня России Ислам Начал распространяться В Дагестане Только в середине Седьмого века А за несколько Столетий до него Сюда пришло Христианство То есть Эти две религии И соседствуют здесь Уже Очень давно Православные храмы Появились в Махачкале Почти одновременно С основанием города Вот здесь раньше Стояла Крохотная Деревянная Часовня А потом Ее сменил Успенский Кафедральный Собор Скуполами Цвета Весеннего неба Каким образом Этот проект Пришел Вашу семью Каким образом Этот проект Пришел Вашу душу И будет ли Продолжение Это вопрос Не только мой Но и зрителей Продолжение будет Мы его сняли Буквально Вот Несколько недель Назад Мы путешествовали По Татарстану И Башкортостану Казань Уфа И прилегающие Монастыри Храмы Абсолютно Неожиданно Он появился Я не могу сказать Что мы Воцерковленная Семья Мы верующие Люди Православные И тут вдруг Мой знакомый Продюсер Сзвонит Мне Говорит Вот есть Такое Предложение Вам с Катей Вести проект Цветыни России Это первый Сезон Первые выпуски Проехаться По Кавказу По Святым местам Я ни на что Особо не рассчитываю Потому что Знаю свою жену Никогда По-моему У нее не было Таких амбиций Попасть на телек Она и вас Не сильно хотела Видеть У нас В местах Теперь понятно Почему она Трубку не брала Это каждый раз Целая история Была То есть Когда я говорю Кать Нас хотят Снять с тобой Для нее Это всегда Каждый раз Переступать Через себя Камера И вот это все Вот это все Что мы любим Вот она Это не очень любит И тут я ей говорю Ну вот есть такое предложение И она говорит Давай Ты уверена? Да Она Ну чтобы вы понимали Она только родила Вот четвертого ребенка Дочку нашу Я говорю Ну нам надо будет Ты вообще по себе Даешь отчет Что это такое То есть это постоянно В дороге Как бы это не то Что ты там Приехал на съемочную площадку Поснимался и уехал Нет Съемочная площадка Вместе с тобой Перемещается Она говорит Ну что? Ну да Ты же будешь рядом Я говорю Ну да Ну и вот так У нас не было никакой Особой задачи Сделать так или так Вот Или вот так Попасть Вот в это настроение Вот в эту Какую-то атмосферу Нет Мы в общем Существовали в кадре Как вот Максимально Наверное Естественно Ну и на самом деле Еще Одно дело мы Другое дело Все-таки Те места Которые мы посещали Они Ну это удивительные Какие-то действительно Места Удивительные люди С которыми мы встречались То есть там Не надо ничего играть Ты видишь Как горят их глаза Как они Как они говорят о Боге Ты невольно Как-то этим Присполняешься И Проникаешься К ним И И все что мы говорим Там наши Впечатления Которыми мы делимся Они действительно Таковы Это очень искренне Наверное Может быть Вот это Как-то и Зацепило людей Недавно мы С Катей вдвоем Шли И И подходит Семейная пара Говорит Можно сфотографироваться И обычно В этот момент Я как бы Ну если мы идем вместе Я Катю чуть-чуть отпускаю Фотографируюсь Потом догоняю ее И я говорю Да сейчас Сейчас Катя Я тебя догоню Они говорят Нет-нет Мы хотели с вами Двумя сфотографироваться Мы Смотрим Святыни России И теперь Вот ее тоже узнают И мы С семьей Что? Ну что Теперь тоже звезда Моя Сейчас я вам задам Очень серьезный И тяжелый вопрос Вот сейчас Вы сказали Что вы снимаете Вот второй сезон Это святыня России Будет Татарстан Башкорстан И так далее Предположу Что у вас был Остров Свиярск Да Предположу Что у вас был Раивский монастырь Все было И теперь мне понять Как это все Коррелирует Со звездами В Африке С тревелом И так далее Где в одних передачах В реалити Показывают титчику В ночи за денежку А в других Вы приезжаете В Свиярский монастырь Который раньше был тюрьмой Где содержались Политзаключенные И враги народа Не существовало ли В этот момент У вас переоценки Ценностей То есть Ну наверное Если бы я Оказался в этих местах То после этого Моей ноги бы не было Ни на одном бы Развлекательном шоу Где речь идет О каких-то Плотских отношениях Вне камеры Спасибо за вопрос Я отказываюсь От реалити Где главным движком Так скажем Является Интриганство Какая-то Желтизна И так далее В таких историях Я не участвую На шоу «Звезды в Африке» Я согласился Потому что Мне скажут Что там надо будет выживать То есть Я действительно Себе представлял Это как последний герой То есть Какое-то Ну какое-то испытание Я не знаю Если вы смотрели Выпуски со мной Это максимально Скучные выпуски Потому что Я как раз Умышленно Во все это Не погружался Поэтому я там И не продержался Долго Наверное Отчасти поэтому От таких шоу Я всегда отказываюсь Я тут побывал в Африке Я жил в отеле Где жирафы ходят По территории отеля Я как-то так Во всем ищу плюсы Если завтра мне предложат Какие-то там Невероятные деньги Скажут Давай Тебе надо Пойти вот в это реалити И там Чего-то там Какому-нибудь перцу дать То я конечно откажусь А сейчас Вот смотрите У вас сейчас есть совместный проект Второй сезон Святыня России Нет ли у вас желания Создать такой тандем Телевизионный Ведь Множество было таких тандем Очень хороших Я никогда не думала об этом Честно признаюсь Проект Святыня России Пришел неожиданно Я неожиданно для себя Согласилась на него Получила огромное удовольствие Попробовала что-то новое И как мне кажется Неплохо получилось Как это будет дальше развиваться Я не знаю Честно Это пусть ложится на плечи Миша Я все-таки По большей части Уделяю время Семье Детям Если В эту мою жизнь Впишется Какая-то деятельность Совместная с Мишей То да Почему нет Я открыт Ко всему новому И интересному Если это будет сложно И как-то будет отражаться На нашей семейной жизни Не очень хорошо То нет Я откажусь Говоря о дружбе Вот КВН Это большая дружная семья Как мне всегда казалось Можете ли вы позвонить Своим друзьям по КВН Которые снимаются В разных передачах Разные совершенно уровни И сказать Дорогой Это же испанский стыд Вот этого нельзя А вот это бы хотелось бы Ну как А дальше Как ты будешь жить Мне еще больше Нечего показывать детям будет Они спрашивают про тебя Ты к нам домой приходишь А мне показать с тобой нечего Нет Это личное дело Каждого Я понимаю Что существует некий Кодекс журналиста Какой-то Этика Этика журналистская КВНовской этики нет КВН это просто Клуб веселых и находчивых Где Есть единственная Единственная пожалуй Этика Негласная такая Ну я для себя Ее так вывел Мы понимаем друг друга Как люди Которые прошли один и тот же путь Мы уважительно Друг к другу относимся Независимо от того Кто на сколько взлетел Если я встречу человека Который играл в КВН Я знаю что он в него играл Он мне понятен Мне понятен его путь Но то чем он сегодня занимается Это личное дело каждого Ну серьезно Что я буду звонить К кому-то из КВНщиков Дорохову Да и говорить Дорох Ну ты что творишь Он творит что хочет Я на такое никогда Не подпишусь Но то что он делает Это его выбор И я уважаю Этот его выбор И как бы он Пусть он делает Что хочет Серьезно Многим нравится Многим смешно Главное в КВНе Чтоб было смешно Не находите ли вы Что сегодня мы Столкнулись С очень большой проблемой С деградацией юмора Ну нет Если вы смотрите КВН То там на самом деле Планка юмора Достаточно высокая По-прежнему Другое дело В принципе Как бы да Интернет юмор Там и так далее Там как бы Ну это такая Какая-то живая материя Она Ну вот так она Да Мы же живем В обществе Как-то В потреблении В капиталистическом обществе Поэтому Любой продукт Находит своего Потребителя Я в другом обществе живу Вот Вы другой продукт Потребляете А есть люди Которые готовы Потреблять Вот такой Достаточно невежественный Какой-то там Да Ну как Это как Не знаю Я всегда сравниваю Это с музыкой Точнее я всегда сравниваю Музыку с едой И точно так же можно Юмор сравнить Да Кому-то достаточно Не знаю Шаурму Купить И насытиться Там Да Или там Не знаю Батон И колбасу Вот Вот так И кефиром запить А кто-то Ну Любит приготовить Красиво Вкусно Чтобы было И эстетично Так же и с музыкой Кому-то и три аккорда Достаточно Для счастья А кому-то нужно В общем Рахманина Да Так же и с юмором Но каждый ищет Для себя То есть Кому-то Вот это не смешно Это как бы Не трогает его А кто-то готов И над Титечкой там Да Вот И писечкой Ну вот Я не знаю Моя задача Детей вырастить Чтобы Своих Чтобы они Не потребляли Какой-то невежественный Продукт Да И музыку И там Да Чтобы они тянулись К прекрасному Придать им вектор Куда Стремиться Что есть что-то Более Как бы Какие-то более Высшие сферы Есть что-то прекрасное И к нему надо тянуться Не копошиться В грязи Да Вот А все-таки К чему-то такому Тянуться Действительно ли Вот Такой первый Большой пик Всплес 2010-2011 Годы Когда Ваше имя Просто везде Гремело И каждый Считал своим долгом Постоять рядом Действительно ли Что это были Медные трубы И если да То Каким Чудом вас занесло В эти медные трубы И каким чудом Вас оттуда вынесло Ведь даже если У вас будет миллион друзей Которые вам будут говорить Ты делаешь не так Все равно принимайте решение Вы Что стало триггером К тому Что Вы сказали Миша Миша Хватит Надо заканчивать У нас Приди театр Кино А потом Еще через 10 лет Будут Святыни Хороший вопрос В какой-то момент Понимаешь Что Что-то происходит В твоей жизни Так скажем Вокруг тебя Чему причина В общем Находится внутри тебя То есть Это ты Как бы Все Вот этот мир Разрушаешь Который Вокруг тебя Который Прекрасный мир Просто вопрос В том Как быстро Ты понимаешь Что ты делаешь Неправильно Что ты там Не знаю Вдруг Потерял Друзей Каких-то Оп У тебя В семье Что-то Какие-то Проблемы Начались Что является Причиной этого Не могу сказать Что я прям Так быстро И легко До всего Этого Додумался Но был момент Определенный Когда у нас Был Такой серьезный Развад С женой Я понял Что-то Надо менять Иначе В общем То, что ты Так долго Выстраивал Над чем Ты там Работал Это все Как бы Все Просто Исчезнет В какой-то Момент Начал Следить Быть Внимательней К своим словам Поступкам К К своим Мыслям К своему Отношению К другим Людям В том числе Вот мы Значит Чемпионок УВН Вот у нас Тут Сверхуспешный Это Даешь молодежь Проект И вообще Мы такие Крутые Короче Нас Нет Вообще В Крыму В Судаке На гастролях Мы пошли В ночной клуб Нас пытались Провоцировать А мы Повелись На провокацию Распушили Хвосты И мне Каково Он 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 Сделать Так Чтобы Паника Исчезла И состояние Стабилизировалось И то же самое Происходит со мной Когда у него Какие-то сложные моменты Я нахожу в себе силы Слова Эмоции Кое-что я делал правильно Я прежде чем переехать в Москву Женился В Томске На Моей Возлюбленной Которая ждала меня из КВН Как я уже говорил Да, Катя Я приехал в Москву С женой Удивительной женщиной До сих пор Периодически Она меня возвращает на землю Потому что я, наверное, мог бы и улететь куда-нибудь, конечно Потому что я достаточно такой человек Увлекающийся А потом Потом у нас родился первый ребенок Потом второй, третий И так далее Конечно, были какие-то там Странные знакомства Вот эти, да Непонятных людей Каких-то Которые там Появляются Потому что хотя с тобой потусоваться Грубо говоря Да, так это назовем Как-то это все поддало Все это было неважно Потому что было что-то главное Вот была семья Друзья Опять же, я говорю Спасибо друзьям Которые тоже были рядом Мы на самом деле Когда приехали в Москву Мы очень долго Снимали квартиры В одном доме И все со своими женами из Томска Все вместе Все рядом Потому что вот только так, наверное Можно туда держать оборону В том плане, чтобы Как бы тебя Не это В разные стороны Не растащило Ну и до сих пор На самом деле Мы это несем То есть все там Праздники семейные Какие-то Все это проходит В кругу друзей Достаточно узко Это, наверное, то, что Правильно Правильно мы сделали В своей жизни Если бы у вас была Возможность сегодня Вознести Михаила На еще больший пьедестал То что бы это был За пьедестал И кем вы его видите Как рулевой Этого кабриолета Под названием Семья Башкатова Я думаю, что его ждут Большие, серьезные роли Проекты Но я даже Не то чтобы желаю ему этого Я верю, что так просто будет Потому что с его багажом С его внутренним миром Потенциалом По-другому быть не может Он большой артист Спасибо Выпьем за это Выпьем В кофейку А говоря про ошибки Со стороны вас Как мега-звезды Уровень ошибок Он какой? От чего вы хотели бы Предостеречь людей Которые сегодня Идут в шоу-бизнес Которые идут в театр И в кино Я не могу сказать Что это какие-то ошибки О которых я прям жалею Я бы ничего не хотел Вообще исправлять Своей жизни Даже если бы у меня Такая возможность была Я просто давно Я набил шишек Которые мне были нужны От чего можно предостеречь Всегда какие-то Есть искушения Так скажем Легких денег Может быть Это так можно назвать Когда тебе предлагают Какой-то проект Который ты выбираешь Не потому что Он тебе нравится Не потому что Это действительно что-то Стоящее Что-то что останется В веках А потому что Там можно Срубить денег Легко и быстро А потом тебя вспоминают По этому проекту Допустим Исключительно Наверное Я бы так сказал Что нельзя никогда Быть до конца Довлетворенным Тем что ты делаешь Надо всегда Критично к себе Относиться И всегда Быть чуточку Голодным В творческом плане Считать Считать что Что-то еще нет Ну вот еще Нужно еще Еще лучше Еще круче сделать Ну это Опять же Это у каждого Свои испытания Там в жизни Да Но все-таки Не терять себя Как-то Иметь людей рядом Которые тебе Могут сказать Очнись Немножко К себя Приди У нас на самом деле Не так много Интересных Классных Образовательных Мне кажется Проектов Потому что Все равно Современному ребенку Современному зрителю Нужен чуть-чуть Другой формат Общения На экране С ним И наверное Не так много Классных Семейных фильмов Которые можно было бы Интересно было бы Смотреть всей семьей То есть Есть фильмы Для родителей Есть какой-то Детский контент Который там Родители Ну так Типа Ну то есть Дети смотрят Им нравится А нам допустим Ну Как бы Слишком это все Как-то Примитивно Кажется А вот так Чтобы всей семьей сесть И посмотреть Какое-то классное кино Такого немного Вот вы бы Если бы стали Министром культуры Или депутатом Вот первые Ваши три закона Что бы вы сделали Да не дай бог Да ни в коем случае Слушайте Просто Даже не это И даже фантазировать не хочу На эту тему Вот я депутат Да просто Ну все До свидания Как бы Все я депутат Мне сразу плохо становится Моментально Во-первых Мне кажется Что Ну ничего нельзя вернуть На месте Министра культуры Наверное Можно Разработать Так вот Тоже Гипотетически Да В целом Какую-то стратегию Государственную По Какому-то Культурному Прививанию Культуры Населению Наверное Это какая-то Должна быть Большая Системная Работа Государственная С какими-то Ну С привлечением Каких-то больших ресурсов Начиная С Со школы Да С образования Заканчивая Ну Козинник Когда Да Вот Популяризатор Классической музыки Он описывает У себя в книге Как он Каких-то ПТУшников Привел Значит Концертный Зал Чайковского И мы все говорили Это что Они типа Они ничего не поймут И Он написывает Как они сидели Смотрели И слушали Впитывали Эту музыку И потом Вышли другими Чуть-чуть Измененными Как бы Людьми Но Мне кажется Это можно Наверное Сделать Вряд ли Достаточно Просто Принять закон Итак Всем быть культурными Ну вот Удивительно Ну Чего опять же Да Приводить в пример Советский Союз Но там была Система Там была Это действительно Какая-то Система Вот По телевизору Показывали Определенный Контент Везде В школах Там И так далее То есть Это была Большая Как бы Система И она была На это На то Чтобы Улучшать Так скажем Потенциал Населения Сейчас Мы живем В другом Обществе Если Государство Поставит Такую задачу Мне кажется Это можно Сделать В целом Можно Наверное Но я не министр И не буду Им никогда И нет у меня Такого желания Депутатом Тоже Я быть не хочу Я хочу Быть тем Кем И на своем Месте Я что-то Наверное Ну В силу Каких-то В каких В силу Своих возможностей Что-то Пытаюсь Сделать Может быть Недостаточно Дядя Миша Пожалуйста Ну скажите Что мне нужно Сделать Чтобы стать Таким же Артистом Известным Как и вы Популярным Да Говорят Тогда Спрашивайте Периодически И что я отвечаю Да Ну Такая В общем Я банальные вещи Говорю Но мне кажется Что Банальность Сказанная В нужный момент И сказанная Искренне Она Из банальности Превращается В какое-то Откровение Иногда В хорошем смысле То есть Когда Ты В нужный момент Сказать человеку Какие-то Простую Какую-то истину Он это воспримет Как действительно Какое-то откровение Ну И поэтому Сейчас это прозвучит Банально То что я обычно Говорю Но я говорю Примерно следующее Что Если ты молодые Тем более люди Вы дерзайте Вообще Не теряйте Времени Просто Хватайтесь За все Что вам нравится Потому что Я говорю Что все Чему я научился Вот к своим 42 годам Все что я умею По сути Всему этому Я научился Лет до 25 Мне кажется Это как раз Возраст Когда ты Просто пробуешь Все Вообще Ходить на руках Жонглировать Играть на гитаре Играть на флейте Ну и все Все Вообще Просто Тебе это нравится Тебя это Как бы Заводит И ты это делаешь Просто надо Не бояться Да и не то что Не бояться Просто надо брать И делать Вообще Не сомневаться Меньше думать Больше делать Ну вот А потом уже С возрастом Ты поймешь Для чего тебе Это нужно было Все эти Твои Какие-то Умения Они уложатся Причем Думать Делать Не думая О том Для чего Ты это делаешь Да А принесет Для тебе И как это На твой результат Там да Повлияет То чему Сейчас да Нас В общем Как бы Во многом Учат всякие Книжки Умные Там Про всякие Признаки Эффективных людей И прочее Как добиться успеха Что ты должен Себе ставить Какую-то там Задачу Идти к ней И вот это Разрабатывать Стратеги Мне кажется Это все Какая-то полная Чушь вообще Тем более В творчестве Надо просто Дерзать Просто Как бы Ну вот этот Огонь Который В тебе горит В молодых Людях Он всегда Горит Надо просто Его Дать ему Гореть Михаил 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 Башкатов Сегодня Популярный Артист Который Работает Очень много С детьми Работает И благотворительные Концерты Насколько Сегодня Михаил Башкатов Может Вложить В умы И с какими Вопросами Наиболее часто Он встречается От молодых Людей Или может Быть Даже Детей Которые Позволяют И Башкатову Развиваться И позволяют Ему же Давать Аргументированные Советы Молодым Людям Я понимаю Меру Ответственности Своей Но Очень трудно Всегда Быть таким И помнить О том Что Каждый Ребенок Который Тебе встречается Который Подходит К тебе Сфотографироваться Или за Автографом Ты как бы Сейчас несешь Ответственность Определенную И как важно Взвешивать Это же происходит Вот так В жизни И ты не можешь Каждую секунду Об этом Помнить Об этом Думать К тому же Знаете Очень часто Подходит Просто сфотоваться Это какое-то Уже Такое Достаточно Рефлекторное Действие Многие Это делают Просто потому Что Мы живем Век Селфи И сделали Увидел О Просто потому Что была Возможность И сфотовался Может и забудет Через два дня Что он со мной Фотовался Но я Когда вижу Действительно Людей Молодых И с горящими Глазами И с таким Трепетом Внутренним Которые Обращаются Ко мне За советом Конечно Я В этот момент Я Чувствую Что Извешиваю Свои слова Очень аккуратно Стараюсь Подобрать Эти правильные Какие-то слова Каждому Молодому Человеку Чтобы Не обмануть Во-первых Не поселить В нее Какие-то надежды Во-вторых Не разочаровать Не сломать Мечту Я всегда пишу Любви, добра И света Вот это Это то, чего Я всем желаю Мне кажется Это важно Мы так говорим Про культуру Там еще Но Да даже Знаете Я встречал Так много людей Которые И Рахманину Не знают Но они Настолько Как бы Какой-то Этот цвет Их внутренний Он Делает их Большими людьми Сейчас вам будут Парировать Зоологи Беспозвоночных Рассказывая про Медузу Которая живет На глубине Без мозгов Но тоже светится Говорят 300 лет живет Вот знаете Я приду пример Мы Проводим Каждое лето И На зимний Праздники Стараемся Ездить В Томск Там Значит Мои Теща И тесть Мои Любимые Дорогие Я правда Я очень люблю К концу передачи Он начал выбирать слова У меня Они прекрасные люди Они городские жители Но они сейчас Купили дом В деревне И Я просто Всегда поражаюсь Вот там Людям Которые там живут Есть там Такие матершинненькие Мужики Которые Которые матом Разговаривают Да Они ругаются Они просто Не могут Его исключить Из своей речи Но в то же время Я поражаюсь Какие там Детям Которых я встречаю Насколько Они культурнее Чем многие Московские дети Которые Может быть ходят В концертный зал Миничайковского И в театры И так далее Но там Мы там С тестем Снег кидаем Допустим Идет ребенок Мимо Говорит Здравствуйте Бог в помощь И сразу Как бы Спасибо А вы Михаил Башкатов? Говорит Да Очень приятно И он Не суетится Он не делает Каких-то Непонятных Ужимок Ухмылок И Каких-то Звуков не издает Как часто бывает Да То есть Он Это для него тоже Нетипичная ситуация Встретить как бы Человека из телевизора Это в общем Как бы Лопатой Это всегда нетипичная ситуация Да Но он не теряет при этом Своё достоинство какое-то Ребенок Он спокойно стоит Смотрит тебе в глаза Протягивает руку Здоровается Он как бы Абсолютно Спокойный Уверенный При этом Он всегда это делает Очень культурно И таких детей Детей там Постоянно я в деревне встречаю Которые говорят Здравствуйте Как у вас дела Спокойно Вежливо И вот Тоже культура Вот она вот Там В деревне Она как бы Эта культура Она идет откуда-то Из семьи Из вот Вот так они как бы Воспитаны Таким образом Ну у них есть стремление Всего сколько-то Наверняка А вот от того Каким они вырастут Ну это как раз таки Зависит от вас От артистов Потому что на вас равняются Это я тоже понимаю Да И Я даю себе отчет Как бы Да что на меня смотрят Дети Ну и в общем Надо стараться Что такое любовь Любовь это Фуф Сложный вопрос Когда я желаю любви Людям Я В первую очередь Желаю Испытывать это чувство И я тут говорю Не о романтической любви Да Не о влюбленности Хотя это тоже прекрасно Любовь это тогда Когда мы Готовы Делать Для человека Для человека Все Не потому что Не из-за того что Не для того что А просто готовы Все сделать Для этого человека Потому что Тут же любовь Вот Так вот Я желаю Найти такого человека Ни одного И вообще Испытывать это чувство Любви То есть Желание делать Что-то для кого-то Ну а добро Это Кстати удивительно Да Оно Это слово Ну вот В русском языке Мне кажется Оно Особенно Какое-то такое Выпуклое И Это понятие Оно вот Не знаю Сказать что только В русском языке Но в русском Оно особенное Какое-то То есть Там английское слово Kind Добрый Да Не передает Всей полноты Как бы Добро Это Такое отношение К людям Как Ну Как к себе Любой русский человек На интуитивном уровне Понимает Что такое добро Как Как быть добрым Как творить добро Не делать людям зла А кто-то из детей Хочет пойти По стопам Михаила В КВН Например В шоу-бизнес Они так и не заявляют Об этом Ярко И Прямо Но периодически Проскальзывает Старший сын Сегодня Ходил Смотрел Как у нас тут Все это происходит Такой Я бы тоже хотел Средний сын Недавно Съездили мы на съемки К Мише Он там снялся в массовке Тоже загорелся Говорит Я хочу сниматься в кино Ну это какими-то вспышками Ну Хотят Пожалуйста Мы Мы наблюдаем Как они растут Чего они хотят Даем им какие-то возможности А дальше Они сами выбирают Да Я Ну Добавлю Что мы Никого двигать Специально Вот Давай Давай Мы не собираемся Если возникнет желание Ну пожалуйста Старший уже успел И поиграть в КВН И бросить КВН Вот я смотрю на вас Я понимаю совершенно точно Что вы Раскольников Я совершенно точно понимаю Что вы Гамлет И мне передо мной Стоит картинка Иннокентия Смоктуновского БДТ Товстоногов Величайший Когда Тоже было время такое Нужно было как-то проявляться И проявлять И ведь ирония судьбы Того же самого Смоктуновского Заключалась в том Что Сколько вам лет 33 Поздновато начинайте Из Москвы Это же история жизни Кто тогда мог подумать Когда его выпускали На сцену БДТ Что это будет гений И что человек Который будет Говорит шепотом Будет слышать весь зал Я смотрю на вас И понимаю Что и типаж И характер И то что заложено внутри И опыт И историческая боль Собственная жизненная боль Вам совершенно точно Не то что позволит А должна Помочь Стать не вторым Смоктуновским Но первым Башкатовым И я желаю вам Искренне от всей души Найти своего Товстоногова Который увидит вас Не только красоту Внешнюю И много чего Другое Чего вы уже Обжились Но и внутреннего человека Внутреннего Мишу Который 30 лет Кряду Идет по пути Наверх И осталось Совсем чуть-чуть И вот на этом чуть-чуть Чтобы он вас подхватил И появились Большие работы в кино Драматические роли И большой репертуарный театр Вот я вам это Очень желаю От всей души Спасибо большое, Давид Да Спасибо Это очень Меткое, ценное Пожелание Спасибо Почему-то Людей Стараются Разделить По национальному По религиозному По какому-то там По принципу По отношению К тому или иному Событию По, не знаю На какие-то Поделить нас На субкультуры На культуры На... Раздробить нас На мелкие-мелкие-мелкие-мелкие-мелкие Мелкие группы Которые бы Еще между собой Постоянно что-то выясняли Так вот я желаю Нам, людям Больше искать Общего Того, что нас объединяет А не разделяет Ну, это то, к чему я стремлюсь В общем, находить общее И стараться Как можно Как можно реже Искать противоречия между людьми А находить все-таки общее То общее Общечеловеческое Что нас В общем, объединяет И делает нас людьми Улетучится запах Выхлопных газов Ты уткнешься В монитор Не заметив Как капнула С левого глаза Выпадет снег И укроет всю ржавчину Старых карнизов И целый век Ты будешь ждать Моего появления Снизу 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 Продолжение следует...